От пункта А до пункта Б чебоксарцы, живущие по бульвару Митова, в результате транспортной реформы, остались без транспорта. В ситуации разбиралась моя коллега Наталья Мальчикова. 26 многоэтажных домов, а это около 3000 жильцов. Это бульвар Митова. Каждое утро молодежь торопится на учебу, на работу. Люди вынуждены идти до ближайшей остановки общественного транспорта, которая на самом деле не так уж и близка. Я здесь живу 2003 года. Инвалиды, родители, материя с колясками, в почту ехать, в больницу ехать. И они прут пешком до энтузиастов. Неужели нельзя ничего придумать? Ну, было хорошо, когда 334-я ходила. На работу, потому что я сама и муж на работу раньше ездили, нам очень удобно было. 334-й межмуниципальный маршрут отменили в начале прошлого года, а взамен ничего не пустили. Жители просят 22-й маршрут развернуть. Все ходят по улице Гражданской. И 47-й маршрут ходить. 47-й, значит, когда едет в Финскую долину, а 22-й, когда едет в юго-северо-западный микрорайон. Главный вопрос – это, почему у нас в микрорайоне нет ни одного транспорта. Депутаты столичного собрания вместе со специалистами администрации проехались по маршруту, чтобы понять суть проблемы. Было много обращений. Там у нас транспорт по бульвару Митова в данный момент совсем не ходит. Изучая проблему, дали поручение администрации города, чтобы они проработали этот вопрос. Возможно, когда дорогу по улице Гражданской мы расширим, можно будет бульвар Митова закольцевать и сделать движение только в одну сторону. Естественно, значит, уже вместо одной полосы появятся две полосы, и там спокойно может проезжать уже и автобус. То есть, надо подумать сейчас механизм, но транспорт туда обязательно хочется пассажирски запустить. Чтобы вновь наладить транспортное сообщение, понадобится время. Требования к безопасности перевозок ужесточились. С точки зрения безопасности будем рассматривать эту улицу как ширина проезжей части, чтобы уличная дорожная сеть позволяла здесь организовать маршрут общественного транспорта. Также наличие остановочных пунктов, пешеходных переходов. То есть, это целый комплекс мероприятий, которые нам предстоит рассмотреть, проанализировать. По результатам которого мы окончательно примем решение, возможно ли здесь организовать маршрут общественного транспорта. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика.